Музыка Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как спасают город от подтопления, сколько человек в Анапе остаются без электричества, почему в генплан Анапы внесут водоотводные каналы, почему на курорте вновь открывают ковид-госпиталь, о достойном поступке анапских спасателей и не только об этом. В Анапе снесли ларьки и вырыли канал к морю. В город-курорт направили дополнительную технику и увеличили число спасателей. Напомним, 18 августа Анапу посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он поручил снести ларьки, которые мешают уходить воде. Также глава региона распорядился сделать каналы для отвода воды. В итоге прошлой ночью на первом проезде в ДжМТ разобрали ряд торговых ролетов. Затем там начали рыть канал, по которому должна уйти вода с Пионерского проспекта, сообщает пресс-служба администрации города. К 6 часам утра канал был готов, но погода снова ухудшилась. Экстренные службы продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации. Месячная норма осадков выпала за ночь в поселке Виноградный. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За ночь на территории Виноградного сельского округа выпала месячная норма осадков. Около 30 мм, говорится в сообщении. В поселке перекрыли участок федеральной трассы Новороссийскерчь. Также размыло дорожное полотно в поселке Утаж. По прогнозам, дожди на территории курорта пройдут 19 августа в течение дня. 20 августа возможны остаточные явления. В других районах Анапы, по информации пресс-службы, дождь не такой интенсивный. Новых подтоплений не отмечается. Без электричества остались 1200 человек в Анапе. Причиной стало подтопление из-за ливней. Об этом в четверг, 19 августа, информирует пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю. Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме. За сутки они проверили более тысячи пострадавших объектов, уточнили в ведомстве. Для граждан работают 23 пункта временного размещения. В них находится 814 человек. Когда энергоснабжение будет восстановлено, не сообщается. Водоотводные каналы на Пионерском проспекте внесут в генплан Анапы. Об этом мэр курорта Василий Швец доложил губернатору Кубани в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Анапе. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня необходимо создать водоотводные каналы на всех низинных территориях приморских муниципалитетов и зафиксировать их в градостроительной документации. Также Василий Швец подчеркнул, что сейчас город передает Пионерский проспект в краевую собственность и просит заложить в региональный бюджет вопрос его реконструкции с созданием системы водоотведения. Госпиталь для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию на 60 коек вновь развернут на базе инфекционного корпуса горбольницы Анапы. Сюда подведен кислород, имеются 45 точек подключения и 10 кислородных концентраторов. Открытие госпиталя обусловлено обострением эпидемиологической ситуации в пик курортного сезона, увеличением количества обращений за медицинской помощью, возросшей потребностью в госпитализации заболевших, пояснила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Элина Григорьева. Больные с тяжелой формой пневмонии, с тяжелым течением COVID-19 и сопутствующей патологией, беременные женщины с COVID-19 направляются в госпиталь в городе Крымск. Для работы в госпитале привлечены в первую очередь сотрудники инфекционного отделения, а также врачи других специальностей – эндокринолог, пульмонолог, невролог, терапевты. Привлечение узких специалистов обусловлено спецификой развивающихся на фоне инфекции патологий или обострением имеющихся хронических заболеваний. В отличие от ситуации прошлого года, все медики госпиталя в Анапе уже привиты и имеют антитела, поэтому нет необходимости в оборудовании общежития для них. После смены, выполнив все санитарно-эпидемиологические мероприятия, они возвращаются домой. В Анапе пожарные спасли тонущую женщину. Когда в пятихатках прорвало дамбу и началось подтопление, в бурлящий поток попала женщина и уже не могла самостоятельно из него выбраться. На помощь пришли прикомандированные в Анапу сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Старший инструктор пожарной Никита Кочергин и мастер пожарной Геннадий Дербин, которые дежурили в этом районе. Не задумываясь, они добрались вплавь до пострадавшей, надели на нее спасательный жилет, обвязали веревкой и вытащили на берег. К своему поступку сотрудники МЧС относятся как к рабочему моменту. «Мы просто выполняли свою работу», – сказали пожарные. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Сочные и пряные блюда грузинской кухни – это любовь с первой тарелки. Ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Это островок грузинского радушия в Анапе. Вкусная еда, уютная атмосфера с живой музыкой, открытая терраса, детская игровая комната с аниматорами, а также банкетный зал, который вмещает до 140 человек. Старая мельница. Все по-новому. Город Анапа. Улица Северная, 3Г. Телефон плюс 7, 988-333-88-01. На курорт в минувшие выходные обрушилась непогода. В городе были затоплены десятки домов, гостиниц, санаториев, разрушенные дороги, размыта пляжная инфраструктура. Даже до сегодняшнего дня в некоторых дворах стоит вода по колено. Неудивительно, что эти события сказались на туристическом потоке. Как сообщали ранее эксперты, по сравнению с прошлым годом, спрос на туры в Анапу упал на 20%. Подтверждением этих прогнозов стал и видеоролик, опубликованный россиянином из пустого поезда, следующего из Пензы в Анапу. Мужчина удивился, что кроме него в вагоне никого нет. Скорее всего, по пути исследования состав пополнится пассажирами. Однако, вероятно, поезд не будет полностью заполнен, как это было последние недели. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. В пятницу 20 августа нас ожидает солнечная погода, температура воздуха днем плюс 23 градуса, влажность воздуха составит 85%. Ветер подует с запада со скоростью 4 метра в секунду, порывы до 10, возможны осадки. Температура воздуха ночью плюс 21 градус. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова